Стараются чеканить шаг, идти в ногу с товарищем. Со всей серьезностью юные армейцы подходят к строевой подготовке, как и ко многим другим дисциплинам, которые им предстояло продемонстрировать на соревнованиях тропа разведчика. Состязания между отрядами юной армии в Щелковском районе прошли на базе войсковой части номер 26178. У вас сегодня есть прекрасная возможность доказать прежде всего себе, ну и конечно же всем окружающим, что вы и есть то настоящее, сильное, несокрушимое новое поколение России. И Родина на вас может рассчитывать в любой момент времени. Удалось привлечь шесть юноармейских отрядов, но это первое наше соревнование. Я думаю, в следующий год слухи разойдутся и у нас будет больше. Метать гранату, собрать пистолет Макарова или перезарядить автомат Калашникова на скорость, буквально за пару минут облачиться в защитный костюм и сдать тест Купера, применяемый в спецподразделениях для проверки физической выносливости. Чтобы стать лучшими на соревнованиях, юноармейцам предстояло выложиться на полную. К соревнованиям готовились неделю, не без посторонней помощи. Самый интересный, наверное, УЗК, самый сложный бег. Тренировки не прошли, зря. Отряд «Восток» занял второе место на соревнованиях. Ну а самые лучшие результаты показали ученики школы номер два. Для некоторых юноармейцев отряда «Гвардия» начальная военная подготовка – это часть большого увлечения военно-тактической игрой страйкбол. Сначала я начала заниматься в 13СБ страйкболом, это тренировки. Мне это очень нравится, поэтому я делаю большой упор на стрельбу. Занятия проводим на базе школы, нас постоянно приглашают, выезжаем, то есть на месте как бы мы не остаемся никогда. Большое спасибо, хочется сказать, сборной бригады 13 приезжают, привозят инвентарь, помогают. Движение «Юнармия» – это часть большой патриотической работы с подрастающим поколением, и весьма показательно, что в нее включаются и действующие военнослужащие. Так, часть номер 26178 не только предоставляет площадку, а также опытных инструкторов для соревнований юноармейцев, но и регулярно проводит экскурсии для ребят. Для всей России, наверное, сейчас имеет большое значение военно-патриотическое воспитание молодежи. И отряды юной армии, они сейчас развиваются, и мы на самом деле очень рады, что у нас идет взаимодействие с этими отрядами, и детки приходят постоянно, постоянно занимаются, постоянно чему-то стремятся. То, что мы можем научить, соответственно, мы учим. Всего в соревнованиях приняли участие более 40 юноармейцев. Очень скоро им также предстоит испытать свои силы в традиционной военно-патриотической игре «Зарница», которая пройдет 4 мая.